Без применения агрохимии, без применения удобрений и прочего, и прочего. Её можно пить постоянно. Если спирулина какая-то иная, практически вся спирулина, которая есть, она выращивается в каких-то лабораториях, в каких-то специальных, то есть не в природных условиях, в таком случае эта спирулина может содержать достаточно большое количество каких-то неорганических веществ. То есть то, что она впитывает из вот этих вот контейнеров, где она растёт в лотках, то есть из этих растворов питательных, в которые её помещают для того, чтобы она росла. И получается, что здесь невозможно контролировать количество вот этих веществ, которые в ней содержатся. И, соответственно, если пить её постоянно, может быть какое-то присущение вот здесь вот этот процесс как бы не проконтролировать. Когда это природный продукт, то природный продукт, он, ну, его создала природа. Им нельзя, как бы не может быть передозировки. То же самое, что не может быть передозировки от апельсинового сока, например, но может быть передозировка от аскорбиновой кислоты, которая в баночке. То есть вот тут примерно такое же как бы идёт сравнение. Вот, поэтому топ спирулина можно пить постоянно, и мы её пьём практически всё время, поскольку у многих образ питания и образ жизни, ну, оставляет желать лучшего, в части разнообразия. Она просто-таки содержит в себе все и минеральные вещества, и медокислоты, и даже те, у кого белка, но не мало. То есть в первой в том числе здесь поможет, потому что она является, ну, практически чистым белком. Вот, поэтому такой ответ. Хорошо, спасибо. Тут вот девушка задала вопрос. Это на какие орехи именно приём замачивания относится? Ну, наверное, ко всем, в принципе, да? Все же можно замачивать, чтобы они так больше активировались. Вообще все, кроме кедровой, вообще не надо замачивать, потому что они очень мягкие, очень, как бы это не орехи, это по сути. Ради того, чтобы их помыть, потому что очень много чего может быть. Они хранятся, как бы если представщик, ну, как бы непроверенный, если вы берёте на рынок ещё где-то, то есть там большая вероятность того, что они хранятся в каких-то таких местах, которые, ну, в которых, может быть, там, могут иметь. Какое-то, короче, производство муки, то есть там зерно лежит огромное количество прямо вот на мельнице на этой, и по нему куча голубей ходит. Они, естественно, там, тут же гадят, и всё остальное. Как бы надо понимать, что вообще любые крупы, даже пусть они будут суперкрасивой упаковкой, я не знаю, первое, что пришло в голову. Но, в общем, суть в том, что, как бы, мы не знаем поставщики, они, это может быть один поставщик, например, но там другая упаковка, другой объём и так далее, и так далее, поэтому разная цена. И, соответственно, хранится она низко. Я к тому, что независимо... ...которые обычно самые дешёвые варианты. Что так, что так, они могут храниться непонятно в каких условиях. Поэтому всегда перебирать, поскольку куски попадаются помнее всего остального. Всегда замачивать желательно перед паркой все крупы, хотя бы для того, чтобы промыть. Ну, и то же самое к орехам относится к семенам. По возможности, вот так, это был бы идеальный вариант, так скажем. Но если встаёт вопрос, съесть вот в таком виде или не съесть вообще, то как орехи, просто помыть хорошо под водой и съесть в таком виде. Чем, например, вообще не съесть? Ну, вот это как бы вот... Тут всегда можно... Оля, вот относительно замачивания, поговорите, тех же круп, например. У них тоже есть рекомендация, что замачивайте их все на 20 минут? Или всё-таки крупы тоже стоит замачивать на ночь? Нет, здесь конкретно про гречку на 20 минут, потому что если зелёную гречку замочить на дольше... Я знаю просто очень много как бы рецептов этой гречки, они примерно все около одного крутятся, ну, как многие рецепты. И много кто рекомендует для проращивания замачивать там на 2 часа, на цупке многие рекомендуют. Но по опыту моему, и моих подписчиков, и моих девочек, и тех, кого я консультирую, и прочее, прочее, по опыту просто людей, которым даже мы эту гречку продаём в панно-магазине, она тоже есть, да, я говорила. То есть по опыту реально гречка растёт лучше, если её замочить всего на 20 минут, потому что она не склизнет. То есть у неё вот эта склизкость такая появляется, если её дольше в воде подержать. Эта склизь, она мешает прорастать. Поэтому классно, если вы её промочите на 20 минут, хорошо промоете, оставите без воды, и вот в этом, как бы в этой влажности, которую она успела впитать, она будет нормально расти. А если говорить про другие крупы, или, например, про ту же гречку перед приготовлением, то вообще, когда крупы можно замачивать на ночь, бобовые тоже можно замачивать на ночь, либо на часов 6-8, обычно это примерно 6-8 часов, рекомендация такая. И к орехам, к семенам, по идее, ну, примерно так же. 6 часов, вот примерно такой оптимальный 6-8 часов срок. А к семенам вы здесь что относите? Семена льна от мины тоже, или какие другие семена вы имеете в виду замачивать? Ну, семена кунжута, например, семена, ну, семена чиа, например, семена чиа, как вариант тоже, но замачивать их имеет смысл, или льна того же самого, да, поскольку они тоже очень много слизи сразу образуют с водой при контакте. Их замачивать имеет смысл, но в таком случае, если мощный блендер, есть возможность это перемешать, например, со смузи. И что именно семян, я уже говорила о том, что польза вся под жёсткой оболочкой, и если мы будем не измельчениями эти семена, то есть они, из них мало что усвоится, они просто транзитом проходят, чисто механически как бы там чистят и проходят транзитом. Но если мы, например, хотим получить максимальную пользу и хотим ещё и замочить, то есть, соответственно, нам надо измельчить в чём-то. В кофемолке такое, ну, как бы есть кофемолки с чашами, где можно влажные продукты измельчать, но в основном это всё равно блендер. Соответственно, тогда, если блендер мощный, и если он способен измельчить замоченные семена льна в смузи, то классно, тогда это будет вообще прям шикарный вариант. Если, ну, как бы нет, то можно просто посыпать сушёные семена, измельчённые в кофемолке, например, посыпать ими, там, кашу, смузи и прочее, прочее. Поняла. Тут вот Сабина написала, откричала рекомендацию замачивать в воде с содой. Что скажете? С содой замачивать больше, как бы, относятся, наверное, не к семене. Ну, я вообще с содой замачиваю бобовые, потому что, вот, например, нут, это прямо доказанный факт, что нут обрабатывают этим гербицидом, вот, и вот этот глифосат, он называется этот гербицидом гербицидом, вот, в общем, короче, его замачивают вот этим гербицидом, вернее, обрабатывают. Соответственно, сода, она очень классно нейтрализует всякие вот такие вот химические вещества. Но обычно к семенам, семена обычно как-то вот под эту категорию не попадают. Хотя, конечно, в любом случае надо всегда выбирать прям хорошего поставщика, проверенного, когда точно чистый, точно без ссора, без всего, в нормальных условиях хранится. И лен, например, или чия, их никак не промыть, потом правильно пишет Людмилу, то есть их не промыть. Они, это продукты, которые, да, их можно замочить, можно попытаться промыть от этой слизи, но потом их, ну, как бы сложно высушить. То есть это вот лучше именно замачивать тогда, постараться там промыть, и потом уже сразу использовать. То есть это прямо разовая такая. То, что касается кунжута, например, я речь из многих, я просто обычно покупаю там, например, 2 килограмма, сразу замачиваю в большую-большую миску, кунжут тот же самый, там, черный, я черный использую. Вот, и дальше промываю, оно у меня стоит, как бы активируется, все там, шоу с него смывается. Нет, не в соде, я замачиваю не в соде семена. Вот, и потом просто беру и сушу в дегидраторе. И у меня получается в итоге я просто использую сухой продукт, как бы он уже активируется. Те же самые грецкие орехи на сушу сразу, там, 2 килограмма, они у меня лежат, просто хранятся уже в чистом, в сушеном виде, сушу я при щадящей температуре. Вот обычно я так поступаю. Вот, чечевицу тоже можно в соде, да. Вообще бобовый можно в соде. Это не только для того, чтобы вот эти вот, ну, нежелательные компоненты, которые там могли быть, могли быть, не только для того, чтобы их нейтрализовать. Сода еще неплохо нейтрализует ту же самую эффективную кислоту, частично. Вот, рекомендуется либо в сон засмачивать, либо, например, немножко лимонного сока добавлять. То есть просто для того, чтобы, опять же, орехом, как бы, быть более подготовленными, избежать вдутия, например, которая может возникать после. Но, на самом деле, все вот это вот. Но причина этого в другом. Она в глубице, как бы, глубоко ее надо, с ней надо разбираться. И поэтому это неплохой вариант замачивать хотя бы для того, чтобы быстрее, меньше времени потратить на готов. Потому что бобода, так известно, варится долго. Ну ладно, чечевица там, ну, 25-30 минут. А нут, как бы, и там фасоль там очень много. Поэтому их вот ради этого хотя бы стоит замачивать. Ну и плюс, да, для того, чтобы почистить там, помыть и вот. Ольга, хорошо, давайте мы сейчас пройдемся по вопросам, которые есть, потому что очень много, классно, чтобы очень так активно смотреть эфир, сразу задать вопросы. Но мы просто можем не успею задать вопросы, кто вот заранее, да, к этому готовился. Еще есть вопросы у девушки. Получается, стоимость спирулина не имеет значения? Она посмотрела стоимость спирулина, которую вы советуете, и стоимость этого спирулина намного ниже, чем ту, которую девушка покупает. То есть стоимость спирулина от качества не зависит. То есть чем дороже, это не значит, что она лучше. Да, это вообще не значит. Это не значит, потому что здесь вопрос именно в том, чтобы быть уверенной в качестве. Потому что сейчас предлагается очень много разных спирулинов. Просто очень много. Мне даже пишут с целью типа порекламироваться. И предлагают какую-то спирулину замороженную, сушеную и так далее, и так далее. И причем она там где-то выворачивается в Перми, в Сочи. Ну, то есть, понимаете, как бы я так понимаю, что продукт, который выращен в Сочи, там, я не знаю, что в нем может быть. От реальной спирулину. Ну, немножко чего-то может и быть. В общем, я за то, что продукт был максимально, как бы, проверен у производителя. Этот производитель проверенный, потому что 4 года мы уже пьем ее, 4 года мы ее продаем. Начали мы просто скидываться и собирать, чтобы было подешевле всех друзей и знакомых. Они начали пить, просто все обалдели, мы сами обалдели. Потому что до этого перепробовали очень много разных-разных вариантов. И немецкая, и такая, и всякая, и сайсерпы, и прочее. И просто потом уже по факту того, какие результаты от нее, как она пьется, потом мы познакомились лично уже с основателем этого бренда, вот интервью у меня с ним есть. В общем, короче, он тут в целом факторов очень много. Но стоимость, просто еще в магазине стоимость, она практически оптовая, можно сказать. Мы не поднимаем цены на спиры, в том числе. То есть она продается, мы ее продаем по той цене. Это была цена такая же, как у нас в совместной закупке. Мы даже ее не стали повышать, когда у нас в рознице она появилась. То есть без складчины вот этой. Поэтому просто, как бы, ее можно посмотреть, она и в других магазинах есть, и в каких-то других местах. Но фишка именно в производителе, именно вот в этом бренде. Поняла, хорошо. Еще девушка поделилась опытом, что это про масло черного тмина, что когда она его употребляла, то через 15 минут после употребления опухла слизистая, и вышел у нее оттек в квинке. Это следствие вывода токсинов, или, может быть, есть какая-то, ну, возможно, реакция на масло черного тмина у людей? Вообще, реакция такая индивидуальная, что там, допустим, непереносимость семян, это прямо очень-очень-очень-очень-очень крайне малая вероятность того, что это так. То есть есть то же самое на спирулину. Спирулину, по сути дела, противопоказаний практически никаких не имеет. Ну, практически. Но фишка в том, что любые вот такие вот реакции на продукт, они не потому, что на продукт продукт плохой, а они потому, что в организме есть определенный какой-то сбой, который был спровоцирован приемом вот этого масла. То есть масло показало, что есть определенная проблема. Почему такое могло произойти? Вариантов тут несколько. Само по себе масло черного тмина, оно очень мощный природный антибиотик, мощный противовоспалительный, иммуностимулирующий, иммуномодулирующий и так далее, и так далее. То есть у него огромное количество полезных свойств. Это и идеальное прямо, ну, одно из таких шикарных средств работы с печенью, именно лечение печени. То есть больным, например, онкобольным, больным с гепатитом и прочим. Прямо рекомендует масло черного тмина в других, ну, например, там, в азиатских странах, там, в Европе. Вот. Потом, то есть само по себе масло, оно, конечно, ну, крайне вероятность низко могло вызвать, если, например, у него вдруг непереносимость именно черного тмина. Но, скорее всего, оно просто обнажило то, что есть внутри. То есть масло, любое масло, оно желчоотток стимулирует, поскольку желчоотток стимулируется. Желчь у каждого, у многих желчь, их качество и состав желчи, ее уровень инфицированности всевозможными патогенами, а желчь, она реально может быть токсична, потому что там при определенных условиях, если она не текучая, если она застаивается, там скапливается большое количество патогенов, всевозможных грибков и прочее, и если вдруг каким-то продуктом стимульнуть вот этот вот выбор достойной желчи, то получается, что все токсичные вещества, они просто попадают очень быстро в кровь. Ну, то есть, опять же, через 15 минут, не знаю, как бы для того, чтобы кровь попала, на что попала в кишечник эта желчь, с кишечника в сенсорность крови и так далее, там по лимфии уже дальше на кожу. Но у нее, раз это был именно отек гортани, да, я так поняла? Ну, да, да, она сказала, что она как бы на язык положила, и у нее вот слизистый из-за этого опухоли через 15 минут. Она написала, что она кушала вместе с овсянкой, с обычной овсянкой на воде, и плюс вот как бы был вот этот мин, поэтому она говорит, что овсянка как бы была и так, и так давно, да, то есть это был новый какой-то продукт, который вот вызвал такую реакцию. Но она вот написала о том, что, ну, скорее всего, это именно следствие вывода токсинов, то есть у нее как бы не то, что именно прямо из-за него, да, вот как вот вы сейчас объяснили, что это просто подтянуло какую-то другую реакцию. Хорошо, еще есть вопрос. Возможно, да, то есть тут в любом случае надо разбираться, но может быть такая, опять же, индивидуальная реакция. Такое крайне редко может быть, но оно может быть. Вдруг это вот как раз та самая девушка и попала под эту вероятность. Такое тоже может быть. Еще есть вопрос. Девушка по утрам пьет половинку чайной ложки молодого кориандра с водой, и можно ли в одну воду с кориандром добавлять тмин? Ну, как бы вопрос такой, как бы мы об этом вроде как-то не говорили, да, но тем не менее, может быть, вы знаете, как это добавить девушку. Вообще-то тмин с кориандром рекомендуется для того, чтобы улучшать желчоотток, для того, чтобы работать с кишечником. Если это пьется в сухом виде, то это проходит по всей длине желудочно-кишечного тракта. Если это заваривается, то все активные вещества попадают вот в этот вот как бы настой. В воду в это тоже стимулируется желчооток хорошо, за счет этого кишечник хорошо очищается, там, с патогенами с некоторыми, очень мягко можно поработать, то есть в основном для улучшения работы кишечника, поскольку кориандр известный такой мощный продукт для желчеотделения здорового. Если она пьет в сухом виде, например, да, обычно рекомендуется чайная ложка смеси калина и кориандра, например. Вот вариант вот этой сухой смеси, запивать ее, например, жидкостью какой-то, ну, водой, например, да, либо заваренный вариант с калина и кориандр, не черного калина, а обычного коричневого калина. То есть либо заваривать, пить этот настой, чайная ложка смеси измельченного калина и кориандра в равных пропорциях, либо, например, в сухом виде эту смесь брать, выпивать и выпивать водой. Тут такой, смотря какой эффект, можно вообще как бы и то, и то делать. Немножко по-разному воздействие, но такое более комплексное получится. Пукое идет по всей длине, а настой как бы хорошо работает через сливы, через, ну, короче, настой по-своему работает. Поэтому вот, тмин и кориандр, да, это классное средство, такое, оно очень лайтовое, его можно практически всем, и детям, и, в общем, ну, в разных возрастах, в разных состояниях, очень мягко работает. Вот. А еще, кстати, про черный тмин, я, знаете, что подумала с предыдущими сообщениями, вот мне мысль пришла. Еще вопрос опять, какое масло было, да, то есть, опять же, если масло, что за масло, то есть, оно тоже, кстати, очень разное бывает. Производитель вы имеете в виду, или что? Да, производитель, потому что оно бывает очень разное. Бывает, что это не чистое масло черного тмина, туда добавляется что-то для... Многие производители делают какую-то смесь, то есть, добавляют что-то еще в масло. Вот тут еще вопрос к самому маслу. Могла быть именно реакция на какое-то вот побочное вещество в самом масле. Это как вариант. Поняла. У нас еще здесь есть из списка три вопроса, потом можем как раз прийти к тем, кто здесь пишет сейчас у нас в чате. А в каких источниках можно подробнее прочитать про все рафинированные масла, а про вред рафинированного масла? Есть какой-то источник, где вот можно почитать это? Ну, у меня написано очень подробно про это в посте. Панда Ольга, нижнее подчеркивание, масла. Там можно почитать. Прямо у вас в блоге можно почитать, хорошо. Так, а какую литературу посоветуете прочитать по растительному питанию так, чтобы взял одну книгу, прочитал и все понял? Не искать в тысячи источниках. Ну, такой книги нет на самом деле, потому что это как в изучении любого вопроса, не может быть одного какого-то источника. Есть масса источников, и вы все равно не возьмете из каждого источника все, вы возьмете что-то именно то, что у вас откликнется, отложится, то, что вам прям близко будет. Вот, есть несколько источников, которые можно почитать. Можно начать с Грегора, например, того же Майкла Грегора «Еда, не сдохни» называется. Книжка «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь». Книжка такая классная, она достаточно простым языком объясняет очень многие процессы физиологические, и то, например, почему не стоит употреблять оффлепленные продукты. Он очень классно по полкам это раскладывает. Потом, например, есть книжка у этого же знаменитой книжки, бестселлер Колина Кэмббелла «Китайское исследование». Она тоже интересная очень, и там много фактов, именно основанных на исследованиях, которые проводились в Китае относительно больных раком. И очень интересно, там много процессов рассказывает автор, и в том числе то, как опытным путем выводились определенные знания, которые они, как сказать, вернее, результаты очень многие опытным путем, как они замечали, что происходит, например, с крысами, если увеличить рацион белка, например, в рационе на 100% и так далее, и так далее. То есть там прямо очень много, там как раз очень много говорится о раковых клетках, о канцерогенах, которые могут вызывать рак. И приводится большое количество всевозможных данных, которые в ходе вот этого китайского исследования были получены. Это очень интересная книжка. Но опять же, надо читать прям вот разные книги. У Дэвида Перлмутера есть очень классная книга про кишечник. Две книжки «Кишечник и мозг» и «Еда и мозг», что ли, что как-то так. В общем, о том, как еда влияет на работу кишечника и, соответственно, почему кишечник, почему он называет кишечник вторым мозгом, почему он так, почему такое активное влияние. Наши жители, которых там больше двух килограмм каждого человека, да, микробиота, влияют на принятие наших решений не только относительно выбора продуктов определенных, но и вообще по жизни, то есть на какие-то состояния подавленные, счастливые и так далее, и так далее. Очень тоже классная книжка, интересная. Ну, написана так, таким языком сложноватым, но нормально, то есть можно почитать. А у вас в блоге, может быть, есть какой-то список, вот чтобы, может быть, сейчас не проходить прям с такими пояснениями, да? Мне кажется, у нас прям времени осталось минутки четыре, чтобы пока нас в Инстаграм не вырабатывают с прямого эфира. Может быть, есть какой-то у вас пост, где вы прям рекомендуете список книг вот по растительному питанию? У меня есть несколько, у меня есть рубрика такая, но я там давно не описывала книги, в общем, можно посмотреть «Панда Ольга книги». Причем словом «Панда Ольга книги», там написаны книги, которые я... А, ну, у Поля Брэга там тоже есть несколько книг, кстати, у Поля Брэга тоже рекомендую почитать книжки. Вот. Хорошо. Спасибо. Так, у нас тут еще есть список вопросов, и перейдем как раз сейчас сюда. Какой срок хранения растительного молока? Растительное молоко хранится не более суток в холодильнике. Вот. Более суток в холодильнике. Хорошо. Вот сверху у вас был вопрос. Черный кунжут при промывке получается черная вода. Промывать надо, пока вода не будет светлой? Это нормально, потому что пигмент черный, он как бы, особенно, когда, если замачиваете в воде, вода потом черная становится. Это нормально. Просто смываем эту воду, и все. И промываем хорошо. Хорошо. Сколько соды нужно в пропорции к воде? Соду выводят из бобовых химий, которые они обрабатываются. Она не из бобовых. Да, пропорция. Я тоже писала в посте об этом, можно посмотреть. Может, я выложу после эфира эти посты просто в сторис, чтобы было удобно. Да, да, да. В общем, на полтора литра воды одна столовая ложка соды. И примерно на 12-15, не больше, минут. Замачиваю бобовую, можно замачивать в этой водичке. И потом очень хорошо надо промывать обязательно. То же самое относится к зелени, то же самое относится к фруктам. Не более чем на 12-15 минут этого достаточно. Хорошо. Можно ли масло черного тмина не натощак? Если полить в желчном натощак не идет. А масло черного тмина очень хорошо пить на ночь. А, прямо на ночь. Да. Хорошо. Пропила сухую смесь тмин плюс кориандр. Появился вздутие постоянное. Что делаете, почему? Ну, скорее всего, просто начались процессы, то есть, определенные, очистительные в том числе. И просто проявилось состояние, которое было. В частности, тут вопрос опять же к печени. Работать с печенью, с кишечником. Почему? Тут надо разбираться так, не ответить. Как бы прямо в одном сообщении. Тут у девушки последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если делать принудительную прививку после карантина, то можно ли эту прививку чем-то вывести и очиститься быстрее от нее? Возможно ли это? Я вот даже не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не допускаю этой мысли вообще в своей реальности. Просто не допускаю. То есть, этого не будет в моей реальности и в реальности моего мира. Если кто в этом мире находится, в нашей планете, этого просто не будет. Поэтому если вы предполагаете, что это может быть, значит, оно у вас в вашем дальнейшем будущем, которое вы формируете своими мыслями, оно у вас уже может случиться. То есть, оно уже где-то происходит в параллельной реальности. Поэтому просто не надо этого допускать даже. Этого просто не будет. И все, не надо задумываться. А то, как говорят, соломку постели. То есть, ты заранее ее планируешь постелить, потому что ты этим сам создаешься вероятно, что ты упадешь все-таки. Потому что ты это уже себе создал, так скажем. Поэтому нет, даже просто нельзя таких мыслей вообще просто допускать. Нигде, ни тем, кто это говорит, просто не читать подобное и так далее. Мне тоже говорят, что осталось 24 секунды. Ольга, я благодарю вас. Безумно интересно. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Спасибо, Света. Всем всего хорошего. Доброго дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok